Около шести часов вечера на улице Есенина в районе Театральной площади рухнуло дерево. Оно упало на проезжую часть, повредило линию электропередач. Под обрывом оказался один из троллейбусов номер 13. Троллейбусам, маршруты которых пролегают через этот участок, пришлось отправиться в депо. Примерно к десяти часам вечера упавшее дерево увезли, а движение по улице Есенина восстановили. Случай на Театральной не единственный за вчерашний вечер. Во дворе дома 39 по московскому шоссе обрушилась береза. Сегодня аварийные службы устраняли последствия падения дерева. Здесь электропровода тоже пострадали. Это кадры из песочни. Дерево, которое упало на новоселов 30. После вчерашнего ураганного ветра и ливнева дождя таких картинок в городе наберется немало. Специалисты трудятся со вчерашнего вечера над устранением всех последствий. Погодные условия несут плачевные последствия не только городским службам, но и частным лицам. Что делать, если от упавшего дерева пострадало ваше имущество, например, автомобиль? Здесь есть особенность предъявления претензий. Если вдруг что-то произошло либо с вашим здоровьем, либо с вашим имуществом. Если речь идет о машинах, то люди спрашивают. Вот машина была припаркована просто на какой-то муниципальной дороге и при сильном ветре упала ветка, раздавила. Является это форс-мажорным обстоятельством, о которых говорят представители муниципальных служб, отказы в возмещении ущерба? Отвечаю – нет. Вопросы в этом случае можно и нужно задать службам, которые содержат и обслуживают зеленые насаждения. Ответственные за то, что произошло обрушение слабого, не убранного вовремя сухого или старого дерева или ветки, и пострадало ваше имущество, будет нести именно такая служба. Нужно смотреть, кто следит за зелеными насаждениями на территории, на которой произошел инцидент, и предъявлять претензию. На той неделе был звонок, что подъехав к одному из складов для того, чтобы загрузиться, при сильном ветре на машину упал большой такой-то круг металла. Разбил стекло, погнул крышу, как предъявлять требования. Человек выяснил, кому принадлежат данные склады, кто отвечает, и получил справку из гидрометеоцентра, где указано, что сила ветра, когда все это произошло, составляла не более 18 метров. Это не относится ни к шквалу, ни к урагану, поэтому он сейчас производит оценку повреждения его автомобиля и в дальнейшем предъявляет тому, кто следит за состоянием вот этой кровли. Обрыв линии электропередач коснулся не только областного центра. Без света остались 7 районов. В результате экстренного отключения обесточены 66 социальных объектов, более 30 тысяч домов с населением около 60 тысяч человек. 14 июля в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений по территории Рязанской области в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Рязанской области поступила информация о падении 228 деревьев, повреждении 7 автомобилей и частичном разрушении кровли 27 жилых домов. Для ликвидации последствий было привлечено более 70 человек и 20 единиц техники, от МЧС России 40 человек и 7 единиц техники. По состоянию на 6 часов утра 15 июля силами поисково-спасательных формирований было совершено 20 выездов для распиловки деревьев и оказания помощи населению. Все мероприятия находятся на контроле правительства Рязанской области и МЧС России. Восстановительные работы продолжаются. Между тем остаться без света не всегда самое страшное, что может случиться после урагана. Я вот вел дело, когда сухое дерево упало, закоротило электропроводку и в центре города Рязани, это в 90-х годах был, сгорел двухэтажный дом. Представитель управляющей организации пояснил, что виноват сук американского клёна, но не управляющая организация и не энергетики, которые должны опиливать, в том числе на определенном расстоянии от вот этих линий электропередач, зеленые насаждения, для исключения подобных ситуаций. Ураганный ветер и последующие перебои с электричеством – проблема, из-за которой часто страдают простые люди. В деревне Зарыдки Спасского района уже не первый раз напряжение скачет так, что горит бытовая техника. Второй раз у нас происходит такой случай, что горят холодильники, телевизор от перенапряжения и критического тока слишком быстро. Звонили МЧС, звонили потом в голове поселения нашего Заряченского, звонили электрикам и никого не достучишься. При этом в другом доме в это же время, в этой же деревне, показатели совершенно иные. Вот проверяем, что у нас тут сегодня. Упс, очень мило. Двести девяносто вольт на входе. Соответственно, ничего не работает. Местные жители считают, что проблема в трансформаторе. Он явно не справляется, поэтому после каждого ненасти людям не только приходится сидеть без света, но зачастую и менять технику. Олег Николаевич Попов, юрист, рекомендует в обязательном порядке фиксировать происшествие, что, где и когда случилось. Желательно вызвать для этого полицейского, который составит протокол. А этот документ уже послужит основанием для обращения к оценщикам и возмещения ущерба.